Холодные и невкусные блюда, а в результате дети почти голодные. Школьники и родители Нижнекамска недовольны качеством питания. Жалобы в социальных сетях и от самих учеников. Сегодня мне не очень нравится, поэтому и полная тарелка едет. Вчера нам дали зеленые котлеты и все так нормально. Котлеты невкусные, суп съел. По словам школьников, из меню почти ушли блюда из картофеля. И это тоже не нравится ученикам. Департамент продовольствия и питания ссылается на неурожай. Если овощи доставляются подрядчикам из самого Нижнекамска, то полуфабрикаты из казанских цехов. Сюда подается паш, ковяжий, но потом по 4 килограмма пакет и в коробке по 16 килограмм. Вот такие вот полуфабрикаты как раз и поставляются в школы Нижнекамска. Именно из них повара готовят обед ученикам. Поэтому по словам руководства департамента, даже если все технологически выверено, человеческий фактор не исключить. Полуфабрикат один, замороженные пельмени. То есть их можно недоварить, переварить. За перечень блюд полностью отвечает департамент. Вот, например, среднее меню одной из казанских школ на одну февральскую неделю. Старшеклассникам достались макароны, рыбные и мясные блюда. Из напитков есть даже кофейные. У младших классов калорий больше. Тут помимо макарон можно встретить плов и мучные изделия. Кому-то нравится, а кто-то не наедается. Мне нравится суп и второе. Комплекса мне не хватает, поэтому он в буфет еще пирожками допитывается, докушивает. Сытно или нет, решают дети, а формируют меню технологи департамента. Каких продуктов должно быть больше, а каких меньше. Решение еще и за Роспотребнадзором. Но даже школьное меню возможно подстроить под себя. Понятно, есть требования Роспотребнадзора для правильного развития организма. Дома же мы, я думаю, навряд ли кто-то открывает СанПИН и читает, как правильно приготовить, какое блюдо дать сегодня ребенку. Не все блюда дети у нас любят. Поэтому для этого мы создаем мобильные приложения, общение с старшеклассниками. С октября 2017-го 4,5 тысячи заявок поступило на мобильное приложение «Поел и доволен». И по данным самого департамента, половина из них – это жалобы на качество блюд. Альбина Минебаева, Александр Лобанов, Эльвира Софиулина, Максим Липен, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова